Глубоко уважаемые коллеги, говоря о химических канцерогенах, на сессии о памяти Фёдора Львовича Киселёва, замечательного учёного и человека, который оставил глубокий след в памяти каждого, кто с ним общался, нельзя не вспомнить события примерно 50-летней давности или побольше, когда отец Фёдора Львовича, великий, я не боюсь этого слова учёный, Лев Александрович Зильбер, дискутировал с не менее замечательным учёным Львом Манужовичем Шаббадом вопросы канцерогенеза, химический канцерогенеза, так, тут что-то эта машинка не работает, да, 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 хорошо, нет, это, так, да, ну вот, значит, это были битва двух Львов во славу отечественной науки, что было интересно, не только те новые данные, которые они рассказывали, но было потрясающе интересно то, что это были дискуссии не для того, чтобы кто-то оказался сверху любым способом, а для того, чтобы выяснить истину, и вот двигаясь с противоположных точек к этой истине, в конце концов, они, их последователи, их потомки, пришли более или менее одинаковым выводом. Но это было замечательное вообще зрелище, и интересно было очень слушать этих двух очень эрудированных учёных. Перед исследователями химического канцерогенеза стояли в те времена следующие вопросы. А чем отличается канцерогенная молекула от неканцерогенной в одном и том же ряду? Вот, например, там, например, антрацен неканцерогенный, бенспирен, бензольные кольца. Чем и что происходит при метаболии, какие метаболические превращения происходят в клетке? На что действует канцероген? И вообще, каков общий механизм химического канцерогенеза? Частные вопросы тоже были существенны. Почему многие активные канцерогены химически инертные? Это вопрос, который химиков ставил в тупик. Почему канцерогены обладают органотропностью? Куда ни в воде диметиламина, азобензол будут опухоли печени. Почему они обладают опухолевой видовой специфичностью? Морская свинка абсолютно резистентна к большинству канцерогенов. Почему? На чем основана индивидуальная чувствительность к канцерогенам? Когда вот читаешь лекцию популярную, то обязательно из задних рядов встает кто-нибудь и говорит, а вот был такой дед, который пил, курил и так далее, и все остальное, и прожил 90 лет. Я в конце лекции этого деда покажу. А какова вообще роль, доля, вклад в онкозаболеваемость химических факторов? Вот эти вопросы, которые стояли перед исследователями с тех пор, как Кук и Хенреи выделили из каменноугольной смолы чистые химические канцерогены из ряда полициклических ароматических углеводородов. Ну вот, значит, я эти вопросы постепенно пройду. Какие отличительные свойства канцерогенных молекул? Вот Альберт и Бернард Пюльман в 50-е годы, они в строении полициклических ароматических углеводородов нашли две области, которые содержали подвижные связи и углеродные атомы с свободными валентностями. Для канцерогенных молекул был характерен район так называемый К, вот, а для и область залива, а для неканцерогенных – Л-район, в котором эти молекулы вступали в обычные химические реакции. Ну вот, тогда и начали искать во всех полициклических углеводородах эти области. Там было всё неплохо, а когда перешли к следующим группам канцерогенов, ничего не стало получаться. Куда сейчас это пришло? Спустя 50 лет. Значит, всё-таки, тем не менее, анализировать свойства химические канцерогенных молекул продолжают. И есть даже такая система, работающая по предсказанию свойств молекулы в системе КЮСАР. Как это делается? Значит, для начала берётся, скажем, полсотни соединений, охарактеризованных по канцерогенности на мышах и на крысах, в общем, в убедительных опытах. Делится на две половины. Смотрятся характерные особенности молекулы в первой половине. Вот есть такие радикалы, есть такие радикалы, есть такие. И на основании этого выводится некая формула. А потом по этой формуле анализируется вторая половина, тоже с известным ответом. И если, получается, формула, у неё предсказательная сила на этой второй выборке хорошая, тогда начинают исследовать соединения неизвестные. Но, повторяю, этого же ряда. Вот. Ну, вот тут показаны все эти характеристики. К сожалению, не очень тут редко, резко. Ну, вот какие тут акцепторы водородных связей, какой сайт полярности, гидрофильности, Куда это сейчас привело? Сейчас это привело к тому, что, ну, вы знаете, что химическая промышленность тысячи соединений выпускает. И всех их исследовать в экспериментах на животных или хотя бы в других биологических системах эта задача абсолютно невозможная. Поэтому, зная характеристики многих рядов химических соединений и выведя соответствующие формулы, вот эти неизвестные соединения начинают исследовать. Вот скрининг почти 71 тысячи соединений в этой системе на 16 моделях, заметьте, и при трёх алгоритмах. Это вот работа 2015 года. Что выяснилось? Да, среди этих соединений 6,5% генотоксических канцерогенов. Подозрительно. С вероятностью 85-90%. Мутагенность 16,3%. Правда, я не знаю, почему они здесь отделили генотоксичность от мутагенности, но бог с ними. И остальные характеристики. Куда идут эти показатели? Эти показатели идут для установления очерёдности испытания этих соединений уже в более дорогостоящих биологических экспериментах. Потому что это очень дорогие эксперименты. Таким образом, вот если из этой группы есть некие соединения с очень ценными свойствами, которые будут многотоннажно производиться, обязательно они идут тогда в первую очередь для того, чтобы их исследовали. Так что сделать категорическое какой-то вывод на основании вот этих данных и сказать, что это так. Нет, сейчас этого нету. Но очерёдность установить, да, можно. В высшей степени подозрительно. А следующий вопрос. А что вообще происходит с канцерогеном в клетке? И работает ли сам канцероген, первичная молекула? Или работает нечто? И вот эта замечательная пара исследователей, супруги Меллер, они подошли к вопросу с другого конца. Они стали исследовать не сам канцероген, они стали исследовать те конечные продукты, которые образуются либо в организме, либо в гомогенатах. В общем, и когда они выделили эти все соединения, конечные метаболиты, то как грамотные химики, они чётко поняли, что вот эти конечные некие соединения, которые здесь, которых они ничего не знают, они могут образовываться только таким образом, что происходят окислительные некие реакции, в результате которых соединение превращается в что-то, что потом связывается с клеточными макромолекулами. Это уже был великий сдвиг. Дальше сдвинулось это в ту сторону, что выяснилось, какая система работает, какая система окисляет эти канцерогены. Вот в 50-е те же годы Клингерберг и Гарфинкель, они обнаружили, что в мембранах эндоплазматического ретикулума есть окислительный фермент. Фермент на основе гема, который что умеет делать? Он умеет вот кислород атмосферный, атомарный, то есть не атомар, а молекулярный кислород, расщеплять, выносить один атом в окисляемый субстрат, вот РАЖ, а из второго образуется вода. И устройство этого цитохрома, который в восстановленном виде имел поглощение при 450 нм, его назвали цитохром П450, значит, вот он активируется редуктазой, а вот он, этот гем, значит, и здесь происходят эти реакции, то же самое с В5. Это был огромный сдвиг, потому что действительно стало более или менее понятно, что происходит в клетке и во что превращаются канцерогены. Ну, например, если мы возьмем бенспирен, то с помощью цитохрома П450 он превращается, значит, в дегидродиол, который потом становится дегидродиол эпоксидом, и это в высшей степени активная молекула. То же самое через катион-радикал с образованием кетонов катехола, это тоже в высшей степени активные молекулы, которые могут реагировать с любыми нуклеофильными мишенями. Был открытый второй этап метаболизма канцерогенов, потому что природа, она, в общем, предусмотрела за миллионы лет эволюции очень многое. В частности, то, что попадающие в клетку липофильные соединения, гидрофобные соединения, они должны быть окислены, они должны быть переведены в водорастворимую форму и выведены с почками. И так это успешно происходит со многими соединениями, но не с химическими канцерогенами, вернее, проканцерогенами. Тут на промежуточном этапе образуется соединение, которое может быть и выведено путем связывания с глюкуроновой кислотой, с серной кислотой или с глутатионом. Это основной путь. Но вот минорный путь в отношении канцерогенов тут тоже дает иногда сбой. Но вот эпоксид гидролазы, они превращают эпоксиды полициклических углеводородов в дегидрадиола, а потом снова диолы эпоксиды активные, бензол превращается в лейкозогены орта и парабензохинона. А вот почему образуются опухоли от бета-нафтиламина именно в мочевом пузыре, тут виноват вот этот фермент, который образует глюкурониды с метаболитом нафтиламина, N-гидрокси, а в мочевом пузыре, микрофлора мочевого пузыря, она с помощью глюкуронидаза это все разлагает, и опять активный метаболит появляется в мочевом пузыре и вызывает эти самые опухоли. Я буду не один раз подчеркивать, что все вот эти вот и активирующие, и детоксицирующие активности, они наследуются абсолютно независимо. То есть может быть вариант с высокой системой активации и столь же высокой системой детоксикации, и наоборот. И таким образом возможны все варианты, которые делают свой вклад в мозаичность нашей чувствительности к канцерам, генам. А что известно сейчас относительно транскрипционных факторов в экспрессии этих ферментов? Ну, в индуцировании этих изоформ принимает участие примерно 160 генов. Вот транскрипционные факторы эти. Вот андростановый конституивный рецептор, прегнан и х-рецептор, глюкокортикоидный тоже делают свой вклад. И главное, это орилгидрокарбоновый, как его назвали, не переводя на русский язык, рецептор, вот это АХР. Их леганды типичные, и ферменты, которые, собственно говоря, белки, которые экспрессируются при этом. Это в основном система цитохрома P450, она сокращенно называется ЦИП. Тут же и глютатион S-трансферазы, и хиноноксередуктазы. В общем, весь вот этот вот большой спектр. Так что это теперь известно. Теперь, что касается мишеней. На что действует канцероген? В свое время миллеры, когда они работали с канцерогенными азосоединениями, они нашли такую вещь, что эти соединения дают ковалентные комплексы, прочный комплекс, который можно разрушить только щелочью, если животное получает вот это канцерогенное азосоединение, азокроситель, там парадиметиламина, азобензол. Если берется азобензол неканцерогенный, этих комплексов мало. Причем комплексы эти располагают. Это был по электрофоретической подвижности выделен некий H2-белок, с которым происходило это связывание, и он смотрелся на основной фактор, который вообще-то является мишенью канцерогенов. Ну, посудите сами. Если сильный канцероген дает много этого связанного белка, слабый дает мало, а теперь, ну, если, например, добавлять диете арибофлавин, который снижает канцерогенную активность, то H2-белка становится меньше, в гипотомах резко уменьшено количество этого белка, и тогда решили, что, конечно же, этот канцероген выбивает некий регулирующий все белок, и вот это-то и есть основная мишень. Дальше выделили H-белок и добавили его в культуру L-клеток или HLA, и подавлялся рост их. Дальше выяснилось, что там была аригиназа. Добавляли аригинина, и все в порядке. Они точно так же продолжали быть злокачественными. Вот, ну, это направление, оно было довольно популярно, очень много было поломано копий на этом месте, от разных канцерогенов находились связанные эти самые белки, от полициклической ароматики и прочее, но оно оказалось тупиком, как очень многие исследования, когда, значит, вот ищут, да. А вот, это что оказалось? Это оказалось белки фракции микросомной, значит, компоненты микросомных монооксигеназ, которые первые соприкасались с активными метаболитами, мощными этими активными электрофилами, которые образуются при окислении канцерогенов. Почему не было в опухолях этого белка? Ну, понятное дело, что опухолевые клетки, они подвергаются апоптозу, они подвергаются еще другим способам элиминации, и если на них действуют метаболиты канцерогенов, то они, естественно, повреждаются и становятся... Короче говоря, давление отбора. Отбираются те клетки, в которых мало этого белка, и которые имеют мутации. Случай редкий, но тем не менее вероятный. И вот поэтому там не было. В общем, это все отпало. Так, в чем дело? Так, тут что-то такое перестало работать. Так. Ну вот. Значит, я не буду пересказывать, как дошли до мысли о том, что основной мишенью является ДНК, но тем не менее. Значит, вот четко известно, что реактивные метаболиты канцерогенов дают отдукты разного рода, потеречные сшивки, модифицируют основания, вызывают гидролиз, энгликозидных, фосфодиэфирных связей. Это все понятно. Позиции отдуктов, они совпадают с сайтами мутации в опухолях, которые получаются этими канцерогенами. Ну вот для афлотоксина B1, для него характерна трансферсия аргинин-сирин в третьем нуклеотиде 249-го кодона, P53. Там же локализуются и отдукты вот этого эпоксида, этого канцерогена. Короче говоря, кроме всего прочего, скажем, ДНК из опухоли индуцированных канцерогенами, при трансфекции они малигнизируют нормальные культуры. Это было тоже тщательно все показано. И вот что получается. Ну, табачный дым, самый популярный объект исследования, потому что человечество поставило на себе огромный эксперимент. инвиво. Вот. Вот бенспирен. А его активный метаболит. Вот его отдукт с основанием ДНК. Табак специфический, нитрозамин. Нитроза там нор, никотин. Отдукт и место связывания. Аминобифенил тоже там есть. И вот тоже та же самая история. Бензол. Акорлеин. Винилхлорид. Для всех найдены активные метаболиты и для всех найдены места связывания с основаниями ДНК. Типичные. Повреждена молекула. Значит, следовательно, дальше, как вы сами знаете хорошо, идет система репарации. Причем в зависимости от того, что повреждено. Что повреждено активными формами кислорода и возникли апуриновые сайты или алкилирующими агентами, или полициклическими углеводородами, там, или аклотоксином, или хлоротиламинами, которыми мы лечим наших больных. Два выхода. Выход один, что клетка стала снова нормальной и все в порядке. Второе, что она отправилась в апоптозу, это тоже не опасно. Третье, если, скажем, хотя бы взять этот вариант, когда при негомологичной рекомбинации вы соединились негомологичные концы, вероятность того, что возникнет трансформированная клетка достаточно велика. При этом надо отметить, что большую роль играет полибарфизм генов системы репарации, и он тоже может варьировать от весьма слабого до весьма сильного. Был поставлен, в общем-то, знак равенства между мутагенезом и канцерогенезом. Мутаген равно канцероген. Расцвело тестирование соединения на мутагенную активность ну, самый популярный был тест Эймса, когда на штаммах сальмонеллы с метаболической активацией гомогенатом печени крысы исследовали тысячи соединений. И, естественно, конечно, уперлись в тот поворот, который надо было сделать, в следующую стенку. Выяснилось, что многие соединения, известные как канцерогены у животных, они не мутагены. И вот возникла целая категория не мутагенных канцерогенов, и надо было понять механизм их действия. Поначалу все эти соединения объединяло нет, не не генотоксичны, не образуют активных форм кислорода, не имеют имеют пороговость действия, то есть опухоли возникают только от высоких доз при длительном действии, предопухолю изменения обратимы, ну и, естественно, некие фенотипические эффекты, промоция трансформированных клонов, нарушение межклеточных контактов, повреждение клеток в органе мишени. Какие, собственно говоря, предполагались поначалу, да и сейчас для некоторых есть механизмы, ну вот, например, ядосигнальных путей, которые действуют на путях передачи методического сигнала. Есть такая кодайковая кислота, которая содержится в устрицах и в некоторых рыбах, ну, помимо послабляющего действия, выяснилось, что это мощный ингибитор фосфатаз, который в свою очередь ингибирует сигнальные белки, ну, типа сар, джун и так далее. Там же тем же свойством обладает и не генотоксический циклоспорин, ну вот, вот механизм ингибирована фосфатаза, активировались сигнальные белки про прокат на канцерогене. Да. Вот. Тот же вот лейкомогенное действие бензола. Значит, это то, что действия канцерогенов генотоксические и не генотоксические, они друг друга очень мощно дополняют. Теперь буквально два слова, ведь химические канцерогены изменяют экспрессию микро-РНК. Вот если есть микро-РНК с онкогенными свойствами, то есть это онкогенные свойства, это означает только то, что они экспрессируются вот в канцерогенезе. Так? Или супрессоры. Это все тоже, в общем-то, изменяется при действии химических канцерогенов. Если в табачном дыме ННК активируется ЦИП-2 А3, то эта же ННК она снижает вот этот микро- ми-РНК, который в свою очередь активируется. То есть, понимаете, получается дорога с двухсторонним движением. То есть эпигенетические изменения усиливают генетически и наоборот. Вот как смотрится эта картинка кооперация эпигенетических и генотоксических факторов. В целом появляется такая вот картина, что это все-таки некая паутина, которую с какого бы места не дернули, отзовется вся паутина и в конечном итоге может возникнуть злокачественная опухоль. Теперь коротко, буквально две минуты, частные вопросы, на которые я обещал ответить. Вот в свое время это к предыдущей картинке Николай Николаевич Петров сказал, что ведущее звено проблемы злокачественного роста лежит не вне злокачественных клеток, не в тех свойствах, которые к ним привносят канцерогены, а в самих клетках, в аппаратах, которые управляют клеточным размножением. И в общем совсем на другом уровне это все подтверждено. Понимаете, вот какую роль играют химические канцерогены вообще в онкозаболеваемости? Да, Персиваль в 1775 году сказал, что рак мошонки у трубочистов связан с каменноугольной смолой, но понадобилось 200 лет, чтобы догадались, что смола, которая получается при сжигании табака, она вызывает рак легкого. 200 лет это вообще очень большая скорость научного прогресса. Вот. Хорошо, когда с афлотоксином мы говорим об одном канцерогене, играющем роль заболеваемости, там, гепатоцеллюлярным раком, тут все понятно. А когда мы говорим о комплексе, то есть о том, что вот когда у китайцев опухоль желудка на родине основное заболевание, но когда они переезжают в Америку, то рака желудка становится совершенно мало, ну, за счет там других опухолей. И это связано с питанием, с тем, что тут значит соление, копчение, квашение основную роль играют в заготовке пищи, у американцев только замораживание. Но это все более или менее решающие вопросы. Но как решить вот такой вопрос, когда взята заболеваемость десятков тысяч человек, и вот эпидемиологи вывели роль курения, питания и так далее. Все вместе получилось 42% примерно. Ошибки репликации, транскрипции, другие эндогенные факторы, ну, чуть там добавили. А остальное откуда? И вот сейчас решается вопрос о том, что как работают малое количество убиквитарно распространенных канцерогенных. Это вот критерии канцерогенности по материалам я последним. Вот. И вот смотрите, что получается. Бисфенол, который отвердитель пластмасс, который в зубных протезах и так далее и тому подобное. По группе Майер это третья группа опасности. Но он вызывает нестабильность генома, ангиогенез, токсичность и так далее. Остальные тоже распространенные по всему миру. Но эффект же их складывается. Мы изучали в эксперименте эффект отдельных канцерогенов. Но на человечество это действует. Все значит вот это сейчас является предметом пересмотра подхода. Вот Майер к определению канцерогенной опасности. Ну все. Значит вот если представить себе канцерогенез в качестве системы СИД, через которой просеивается канцерогенный эффект и ширина этих СИД она так сказать везде ячейки разные, то получается некая мозаика силу генетического полиморфизма. Значит если зеленым обозначить все факторы которые противодействуют канцерогенезу а красным все которые способствуют получится три группы две крайних абсолютно резистентные чувствительные ну и мы грешные так сказать посередине вот ну вот и вот я обещал показать того самого старика Уильстон Черчилль курил сигары невынимая и ничего с ним не сделалось Зигмунд Фрейд тоже курил сигары невынимая но умер от рака полости рта вот собственно говоря тот самый обещанный дел ну вот все благодарю за внимание научный поиск продолжается следующий да если есть вопросы пожалуйста так значит следующие сообщения есть вопросы да пожалуйста скажите пожалуйста вам известно вам известно работы по ингибированию бета-глюкорнидазы которые приводят к торможению разбитию опухоли да вот как вы относитесь к этому да известно да там же четко показано что ингибиция бета-глюкорнидазы ведет к торможению развитию опухоли причем на большом количестве вплоть до собак мы эти делали опыты вот как вы относитесь к этим данным в чем это была работа понимаете все ведь не упомянешь такой короткой лекции вот конечно это очень интересный и я думаю плодотворный путь поискать ингибиторы каждому процессу усиливающему канцерогенез или вызывающим его не упомя не упомя не упомя Продолжение следует...